Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И судя по комментариям из предыдущего видео, я понял, что вам действительно нравится такой формат обучения польскому языку. Так как я получил большое количество очень крутых и очень мотивирующих комментариев, которые будут мотивировать меня делать данное видео дальше. Но, друзья, не останавливайтесь, ставьте лайки, комментируйте, чтобы я видел обратную связь. А сегодня у нас будет очередной видеоурок, очередной отрывок из фильма. Поэтому, друзья, если вам интересно, то усаживайтесь поудобнее. Поехали! Друзья, подпишитесь на мою новую инстаграм-страницу. Там вы сможете с легкостью изучать польский язык, так как материал предоставлен в полу-юмористической форме. Ссылка будет в описании под видео. Итак, друзья, расскажу немного про сюжет данного видеоряда, который будет представлен сегодня. Итак, сюжет. Мама-одиночка Инга делится с подругой своими сомнениями, пытаясь сделать выбор между двумя ухаживающими за ней мужчинами, одиноким Рафалом и Пётром, у которого есть дочь. Ну что же, ребята, приступим к просмотру данного видеоряда. Поехали! О! О! Несподзянка! Ну, честь! Воу! Что же стало? Не! Ничего не стало! Я вам пусть до склепа на почте нигде не была, ничего не зацепила. Потому что я не нормальная! Ага! Я встречала Пётра и так далее. Встречала Пётра и так далее. Встречала Пётра. Вот и все. Встречала Пётр. Встречала Пётра. Встречала Пётра. Задзвонить позже. Подзвонить позже. Ну вот, друзья, вы посмотрели данный диалог. Итак, давайте разберем основные слова, которые встречались в этом диалоге. Итак, давайте приступим. Несподзянка, неожиданность, сюрприз. Несподзянка. Мелам путь. Должна была пойти. Мелам путь. Залатвить. Решить. Оформить. Залатвить. Споткачь. Встретить. Споткачь. Порядочный. Порядочный. Заложить. Создать. Основать. Заложить. Ваше. Ваше. Именно. Как раз. Ваше. Жебеш вiedzяла. Так и знай. Жебеш вiedzяла. Пречеш. Веть. Пречеш. Застанавяще. Раздумывать. Подумывать. Размышлять. Застанавяще. Достачь. Получить. Достачь. Зашеньк. Дальность. Зона действия. То есть, зона доступа приема. Если мы, например, говорим про телефон. То есть, зона действия телефона. Сети телефона. Зашеньк. Ну вот, вы и прослушали основные слова из данного диалога. То есть, изучите эти слова, чтобы ваш польский обогащался каждый раз. И давайте еще раз просмотрим данный диалог. Теперь уже вы знаете новые слова. Теперь просмотрите еще раз диалог и закрепите данные слова. Ну что же, давайте начнем. Несподзянка. Это есть. Вау. Что все стало? Нет. Ничего не стало. Я была пусть до скляпа на почте. Нигде не была. Ничего не заходила. Потому что я не нормальная. Ага. Соткала Петра и так. Вежско. Ты не будешь нормальная. Только просто закохана. Просто закохана. Просто влюбленная. Я хочу быть закохана в Петре. Не знаю, но чувствую, что нос был бы какой-то большой. За большие эмоции. Я хочу спокойное, обычное жизни. Нормального, божидного факета. Таким как Рафау. Ну. Так, чтобы ты знала. Инга. Я тебе желаю как лучше. И верю о том, правда? Но... Но... Нистетто... Серце не слуга. Серце не слуга. Серцу не прикажешь. Либо дословно серце не слуга. Ну что же, ребята. Это был второй урок из видеокурса Польский по фильмам. Поэтому лучшей мотивацией для меня будет это лайк, комментарий под видео и подписка на канал. Поэтому, если вы еще это не сделали, обязательно сделайте это сейчас, чтобы я мог дальше развивать это направление. Ну что же, ребята. Спасибо всем за просмотр. И до встречи на следующих видео. Всем пока. Друзья. Переводите деньги через TransferGo. Потому что это надежно, быстро и пользуйся сам. Ссылка на бесплатный перевод в описании под видео.